В зале суда расследуется дело о грабеже. На скамье подсудимых молодой человек, уроженец Тейковского района. Прокурор предъявляет обвинение в разбойном нападении. 28 июня 2017 года около 16 часов 30 минут в районе дома 18 по улице родящего города Иваново с целью совершения грабежа, то есть открытого хищения чужого имущества, открыто похитил Усвен Гулиевазировна золотую цепочку с крестиком. На первый взгляд все довольно реалистично. Подсудимый, гособвинитель, адвокат, потерпевшая. Однако на деле это лишь деловая игра для студентов Ивановского филиала Академии госслужбы. К необычному практическому занятию все участники разбирательства тщательно готовятся, изучают материалы уголовного дела, выстраивают позицию обвинения и стратегию защиты. У нас все настоящее, потому что в самом деле этот сценарий написан по реальным событиям. Мы не будем сейчас раскрывать, там были внесены коррективы с фамилиями персонажей, но это вообще реальный сюжет из-за уже вступившего в законы силы приговора суда. Для проведения практических занятий по дисциплине «Уголовный процесс» в Академии обустроили настоящий зал судебных заседаний. Он оборудован местами для присяжных, кафедрой для дачи показаний, столами для участников процесса. Все они четко знают свою задачу. Каждый успел вжиться в предложенную роль. На самом деле сразу вливаешься в образ, потому что судья – человек строгий, нужно себя вести соответствующе, нужно всех держать в кулаке, в лежовых рукавицах, чтобы ни шаг в сторону, ни шаг назад, чтобы все было четко по закону. Одни студенты юридического факультета после окончания Академии отправятся на госслужбу, другие будут защищать интересы граждан в суде, получить навыки работы. Они могут не только на практике в настоящем Дворце правосудия, но и на такой деловой игре. Это на самом деле очень полезный опыт. Во-первых, почувствовать себя, скажем так, во всех ролях – это очень полезно. То есть понять, как действуют одни люди во время судебного заседания, как действуют другие, что они испытывают в конце концов. Но при воплощении происходит как-то само собой, то есть здесь такого трудности, скажем так, как такого нет, потому что все, ну, точно, скажем так, до мелочей нет каких-то накладок, каких-то там сценарных, скажем так, неувязок. Несмотря на то, что все действие спланировано заранее, главная интрига раскрывается только в финале. Приговор Фемиды выносит, исходя из того, насколько убедительны были все участники процесса. Наказание за украденную золотую цепочку, лишение свободы на три года, шесть месяцев. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.